Вместо оружия в них аппараты ИВЛ, противочумные костюмы и маски. Они давали клятву Гиппократа. Не просто люди в белом, а настоящие солдаты спасения. Каждая выписка для них как маленькая победа. В игре на первой линии фронта трудятся сотни инфекционистов, эпидемиологов, реаниматологов, терапевтов, педиатров и лаборантов. Ежедневно они борются за жизни тех, кто заболел коронавирусом. В каких условиях работают югорские медики теперь и во что они верят, расскажет Ольга Придоха. 15 минут на переодевание, глубокий вдох и в бой. Противочумные костюмы, которые в былую давность лежали на складе и были скорее неприкосновенным запасом. Сегодня для врачей стали обыденной униформой. Сургутский инфекционист Екатерина Сайфулина смеется, чтобы надеть всю экипировку, поначалу уходила до получаса. Сейчас всего 15 минут. Обычно в красную зону захожу в 9 утра, выхожу оттуда, часа в 4, наверное, полпятого. То есть 7 часов вы там можете провести? Да. Респиратор рассчитан на 8 часов работы. За 10 лет работы Екатерина Сайфулина в подобных условиях и вправду находится впервые. По-простому стучит по дереву, мол, пусть будущие коллеги с таким никогда и не встречаются. Нет, ей не страшно, врач не устала. Просто коронавирус это некий ящик Пандоры, лечение которого пока остается загадкой для медиков всего мира. Каждая выписка сегодня это как маленькая победа. Смерть – целая трагедия для всей команды красной зоны. Я не представляю, как можно к смерти пациента относиться спокойно. Даже вот спустя столько лет работы к этому невозможно относиться спокойно. Особенно если непосредственно ведешь этого пациента и заканчивается все печальным исходом. Впрочем, в каждого из своих подопечных врачи верят до последнего. Для изолированных на время медики действительно стали и спасителями, и психологами, и друзьями. Они находятся в боксе, в четырех стенах, им запрещено выходить. То есть к ним заходят люди в средствах индивидуальной защиты. То есть тоже для них это все эмоционально, это тяжело. Поэтому да, мы и побеседуем, и что-то обсудим. Пока жизнь Екатерины Сайфулиной, как и тысячи ее коллег по всему миру, сузилась только до белых больничных стен. Дома, увы, ее не ждут маленький сын с дочкой. На время самоизоляции они переехали к бабушке. И не только потому, что мама боится за их здоровье. Как оказалось, спасти мир от трагедии под силу только им, ангелам в белых халатах.